Казалось бы, мы не Байконур и не Королёв, и приблизиться к космосу в Салавате хотя бы немного можно, разве только взобравшись на крышу. Но на самом деле космос буквально вокруг нас. Не каждому бросится в глаза, но если приглядеться, это становится очевидным. Итак, бросим внимательный взгляд на знакомые виды родного города. Взять хотя бы легендарные монументальные панно. Многие из них, воспевая могущество государства и человеческих возможностей, касались темы космоса. Например, серия с общей идеей на улице Октябрьской. Здесь мы видим исторические этапы развития страны. И высшая точка здесь – космические старты. Ракета в углу панно «Родина-мать» передает эту мысль. Взгляд у горожан предстают картины различных свершений. Начиная от достижений в промышленности и сельском хозяйстве, завершая полетами в космос. Или цепляющий взгляд – нарядная фреска «Комсомол» на доме 84 по улице Уфимской. Здесь пять фигур показывают зрителю исторический путь молодежи. Красноармеец, солдат Великой Отечественной войны. Труженицы полей колхоза, монтажник-строитель и человек в скафандре. Космонавт. Без космической темы обойтись было просто нельзя в любом уголке страны. Ведь прорывы в этой отрасли были не просто впечатляющими. Наша страна была лидером по определяющим параметрам. Первый космический спутник. Первый в мире космонавт. Юрий Гагарин. Первый человек, вышедший в открытый космос. Алексей Леонов. Первая женщина-космонавт. Валентина Терешкова. А потому славу покорителям космоса поют и многоквартирные дома. Вот, например, надпись, о которой многие не подозревали. На одном из домов по улице Ленина. Не обошлось без космической темы и на панно прогресс науки и техники. Знакомая взгляду практически каждого фреска посвящена состязанию природной стихии и человека. Внизу обыграна связь науки и производства. Космонавт несет звезду. Звезда символизирует покорение космоса. Вот что значит достать звезду с неба. Хватает звезду с неба и герой монументальной резьбы на доме 27 по улице Гагарина. На композиции, кроме космонавта, раскрытая книга «Колосья» и «Солнце». Космонавт совершает подвиг покорения звездного пространства. А помогают ему в этом наука, трутся отечественников и даже сама природа. Кое-какие объекты ушли в историю. Например, изображение героев в скафандре в углу дома 18 по бульвару космонавтов. Или стела, посвященная покорению звездной бездны, которая когда-то красовалась на северном въезде в город. Старожилы помнят и тематическое оформление зала ожидания в автовокзале. Стремление человека постичь звездную бездну звучит и в названиях. Бульвар космонавтов, улица Гагарина, поселки Спутник и Юлдаш. Что с башкирского переводится как «Спутник». И современный мир венцом развития видит изучение космоса. Это видно и по объекту стрит-арту первого лицея под названием «Наука». В мечтах у юных создать особую летающую шлюпку, чтобы бороздить звездное пространство. А это заявка на будущие этапы постижения космоса. Зульфия Суергулова, Олег Долгушин, телекомпания «Слава». Продолжение следует...